Домашний уют Внутренняя удовлетворенность, равнодушие к тяготам материального существования очень драгоценны. Это близко к сфере духа, подлинная бхакти, преданность. Есть ахайтуки, беспричинная. Она есть своя собственная причина. Она беспричинна и она сама по себе. Как говорил Гегель, высшая реальность существует сама по себе. Реальность не абстракция, она означает систему, которая существует сама по себе. Она анади и ахайтуки. Вечно и ничто не может быть ее причиной. Источником бхакти является сама бхакти. Существуют определения, которые даются нам для понимания сути преданности. Бхакти не сотворена чем-то иным. Она вечно, но еще не проявлена. И наша задача – обнаружить и открыть ее. Она присутствует в потенциальной форме. Благодаря помощи извне, бхакти постепенно явит себя. Она как бы спит, и необходимо пробудить ее. Покровы – это Аня Белаша. Мимолетные желания и сознательные попытки эксплуатации, а также самоотстраненность или безразличие. Мы должны сорвать эти покрытия, и тогда бхакти засияет в своей первозданной славе. Влечение к высшей истине встречается очень редко, особенно в нынешнюю эпоху, когда все мысли направлены в сторону эксплуатации, даже в области научных достижений. В этой сфере знание творит хаос. Атомная энергия и множество других научных открытий вызывают великую тревогу. Мир может быть разрушен в любой момент. Исследования привели к тому, что в одно из мгновений всему может прийти конец. Знание такого рода разрушительно. Его наращивание означает то, что мы собираемся совершить самоубийство. Эксплуатация подразумевает противодействие. Следовательно, если мы занимаемся всеобщей массовой эксплуатацией, результатом будет пролая, маха пролая, уничтожение всего. В любом случае, причиной ее может быть и атомная бомба, и природная катастрофа. После этого опять сотворение, а значит снова рождение и смерть. Рождение и смерть. Каждый индивидуум будет без конца проходить через это. Если мы хотим выпутаться из этих сетей, нам необходимо возвыситься над воспринимаемой чувствами средой. В Бхагавадгите, а также в Упанишадах, говорится Индриани Параниагур. Наши чувства занимают главенствующее положение. Если мы лишимся глаз, ушей, носа и прочего, мир как бы перестанет существовать для нас. Благодаря чувствам у нас есть этот мир. В сфере опыта чувства играют первостепенную роль. Затем Индрия Пья Параммана. Внутри нас есть ум. А что такое ум? Это наша внутренняя способность выбирать. Я хочу это. Я не желаю то. В нас живет влечение к одному и отвращение к другому. Таков механизм действия ума. Он играет более важную роль, чем чувство. Если я невнимателен, человек пройдет передо мной, а я, возможно, скажу «Ах, я не заметил его. Я не видел и не слышал, кто это был. Я такой невнимательный». То есть ум занимает главенствующее положение по отношению к чувствам. Последние важнее внешнего мира, а ум еще главнее. Если он не воспринимает информацию от чувств, они, подобные множеству дверей, становятся бесполезными. Затем Манасас Ту Пара Будхир. Внутри нас можно отыскать еще один принцип. Разум. Будхи. И каковы же его характеристики? Ум скажет «О, я возьму это». Но Будхи говорит «О, нет, брать нельзя. Это принесет вред. Лучше возьми то, что даст тебе благо». Эта способность выбора, разум, является более высоким элементом. Затем. Будхир я паратас тусаа. То, что выше даже разума, есть дух. Таким образом мы можем установить порядок элементов. Важнее внешнего мира наши чувства, главнее чувств ум, выше ума, более тонкий и более надежный разум и Будхир я га паратас тусаа. Существует нечто такое, что выше Будхи, наша душа. Какова ее природа, ее неотъемлемые свойства? В писаниях приводится пример. В лунную ночь на небе может быть облако, которое затмит луну, но само это облако можно видеть только благодаря лунному свету. В Ясадева, составитель вет, говорит, что атма подобна той луне, или подобна солнцу. Облако заслоняет его, но лишь из-за света солнца можно наблюдать само облако. Так и атма, душа, это точка света, стоящая за всеми происходящими процессами. Ее присутствие делает возможным восприятие нами своей психической системы. Если убрать свет, все умирает. Если погасить этот свет, психика, интеллект, способность выбора и множество каналов, посредством которых мы получаем знания извне, теряют всякий смысл. Свет – это атма, точка луча света. И существует царство света, где обитают души, и далее тоже есть развитие. От субъективного к сверхсубъективному, от духа к сверхдуху, от атмы к параматме. Как в этом мире существует эфир, воздух, огонь, вода, затем земля, потом камень. Таким путем развертывается материальная энергия. Так и в более утонченной области тоже идет развитие. От интеллекта к душе, от души к сверхдуше, к сверхсверхдуше. Так субъективное стремится к бесконечному. Оно сверхсубъективно. В своей эволюционной теории Дарвин заключает, что источником жизни является материя. Он утверждает, что в материнской утробе вначале появляется что-то материальное, и с ростом этого развивается и сознание. Итак, он считает, что сознание происходит из материи. Последователи богоявленной истины не принимают это всерьез. Сказано, что сознание есть основа всего, и все плавает по поверхности океана сознания. Это субъективная эволюция. Дарвин говорил об объективной, но ведические писания утверждают, что все попадает под категорию субъективной эволюции. Один из европейских философов, епископ Беркли, сказал, «Не ум в мире, но мир в уме. Все плавает в сфере сознания. Сознание охватывает все». Дарвинисты говорят, что вначале было ископаемое. Но что такое ископаемое? Оно означает определенное представление, и это часть сознания. Поэтому мы заявляем, что сознание первично. В противном случае были бы невозможны какие-либо утверждения. Таким образом, ведическая истина учит, что Брахман, всепроникающий безличный аспект Абсолюта, является источником всех душ, а выше Атмы находится сверхдуша, Параматма. В материальных мирах развитие происходит с темной стороны, но есть и свет. Вечная обитель, где существует многообразная, исполненная радость и деятельность, множество волн, в океане блаженства и ликования. Итак, мы должны понять, в чем состоит долг этой жизни, какова особая важность человеческого рождения и как его лучше использовать. Существует множество религиозных взглядов, но мы, искатели истины, должны найти среди них решение, которое все приведет в гармонию. И поэтому нам нужно предпринять некоторое сравнительное исследование. В писаниях указано, что нам не следует слишком легко менять свое положение. Например, командующий может приказать своей армии «Не оставляйте эти позиции, умрите, но держите их». Однако, когда появляется возможность, он командует вперед. Подобно этому, шастры, писания говорят, «Где бы ты ни родился, согласно прошлой карме, где бы ни было твое место, не пытайся оставить его, в противном случае ты можешь пасть». Но в то же самое время, если появляется належащая возможность, они советуют «Вперед, к абсолюту, иди ввысь». Поэтому в Бхагавадгите сказано, «Не оставляй с легкостью свое нынешнее положение, обретенное благодаря деятельности в прошлом. Лучше умереть, чем потерять его». Но позже Кришна говорит, «Сарва дарман париття джа, мамы кам шарнамраджа». Когда у тебя появится возможность идти вперед, к центру, делай это любой ценой. Это революционный метод. Он заключается в том, чтобы, рискуя всем, шагать вперед, к центральной истине, так как человеческая жизнь дает для этого наилучшие возможности, и мы должны приложить все свои силы для следования по указанному пути. И фактически только в человеческой форме жизни можно воспользоваться способностью к развлечению и принятию осознанных решений. Если вы утратите это положение, опустившись до животной или растительной жизни, никто не знает, когда вы возвратитесь обратно и получите возможность принимать независимые сознательные решения. Вот почему так важна человеческая жизнь, и мы не должны расточать ее на животную деятельность агару, нидру, баю, байтхуну, на еду, сон, постоянную боязнь и чувственные наслаждения, поскольку все это вы получите везде. Если вам будет дано тело птицы, червя, насекомого или другой животной формы жизни, вы сможете испытать все вышеупомянутые удовольствия. Но что касается культуры, духа, религии, осуществления нашего подлинного предназначения, этого вы не получите нигде, кроме человеческого рождения. Обсуждая в обществе святых такие вопросы, вы сможете продвигаться вперед и обрести спасение. Но не воспользовавшись этой возможностью, вы совершите самоубийство или даже нечто худшее. Тот, кто упускает такой шанс и не пытается должным образом помочь себе, не стремится обрести полное избавление, убивает себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok